Всем привет! В эфире программа про ремонт. Это будет не совсем обычный выпуск, впрочем, обо всем подробнее в анонсе. В этом выпуске мы всей командой про ремонт будем мастерить, крутить, вертеть и лайфхачить. А также покажем, как можно преобразовать экстерьер дачного дома. Расскажем о системе «Умный дом». Оксана Стяжкина расскажет о пожарной безопасности. Расскажем, куда приходить за новой крышей, ну а прямо сейчас окунемся в мир текстиля. Я все знаю, есть у вас любимый старый диван. Он знает все изгибы вашего тела, но не подходит к свежему ремонту. И, возможно, пора бы его выкинуть, но не спешите. На самом деле, если диван полностью вас устраивает своим форм-фактором и функциональностью, реставрация – отличный выход. Главное – выбрать подходящую обивку. Будьте готовы к тому, что у вас точно возникнут проблемы. Я в этом уверен. Выбрать среди таких ярких и притягательных. Или, наоборот, сдержанных и благородных. В любом случае, выбирать только вам. На одном варианте вы точно не остановитесь. Поэтому обратитесь к продавцам. Эти специалисты знают о мебельных тканях все. Один из самых популярных вариантов обивки в последнее время – это замша. Она обладает рядом преимуществ. Во-первых, она прочная и долговечная. Я бы даже сказал, антивандальная. Это понравится владельцам домашних животных. А еще мягкая, приятная на ощупь и легко чистится. Это понравится родителям. И если сложно представить, как будет выглядеть ваш диван в той или иной ткани, смотрите. Очень по-разному. Хотите, чтобы и ваша мебель заиграла новыми красками? Тогда вам в специализированный магазин «Виптикстиль». Все для ремонта мягкой мебели. Мебельные ткани, фурнитура, поролон разной толщины, синтепон и многое другое. И цены вам понравятся. «Виптикстиль», улица Солнечная, 5А. Итак, с вами программа «Про ремонт». И сегодняшний выпуск будет носить исключительно лайфхаковый характер. Например. На моем столе лежат самые необходимые инструменты, благодаря которым можно выполнить большинство задач. Но! Некоторые из них нас могут подводить и приходится работать по старинке. И сейчас я вам покажу, как можно упростить работу с ними. Например, каждому знакома вот такая ситуация. А представьте, что таких саморезов надо вкрутить очень-очень много. Чтобы он проще входил в дерево, достаточно его смазать просто обычным мылом. Даже не жидким. Это действительно оказалось намного проще, чем без мыла. Ну а теперь немного о работе с молотком. Все мы, конечно, умеем стучать, и каждому знакома вот такая ситуация. А между прочим, это... Между прочим, это негигиенично и даже невкусно. Сейчас покажу, как сделать можно проще и элегантнее с помощью обычной вот такой резиночки. Поехали! Таким образом, гвозди крепятся достаточно надежно. Как видите, все держится. Но если вам такой способ кажется не очень удачным, никто вам не мешает закрепить эту резинку, ну скажем, например, здесь, на запястье. Еще больше строительно-отделочных работ будет в следующем видео, подготовленном Андреем Анфилатовым. Опрятный внешний вид забора и дачного дома – визитная карта любого садовода. Но, согласитесь, не очень хорошо, если забор уже покосился, а с дома слезла краска. Сегодня в этой рубрике мы расскажем, как без лишних усилий и с помощью чего из дачного участка сделать настоящее царство. На самом деле рецепт преображения целого дачного участка прост. Потребуется всего три ингредиента. Сайдинг, профнастил и надежная компания, которая в короткие сроки доставит и установит материал. И, надо сказать, нам с такой повезло. Начинаем с дома. Вы спросите, почему сайдинг? Все просто. Привлекательный внешний вид, невысокая цена и многочисленные достоинства. Например, период эксплуатации сайдинга – 50 лет. Во-вторых, уход. Покрытие можно просто периодически протирать тряпкой или смывать струей из шланга. Ну и простая установка, которую можно провести в абсолютно любое время года. Делаем деревянную обрешетку с шагом примерно 60 сантиметров. Для кирпичных домов используется каркас из металлических профилей на подвесах. И строго снизу вверх крепим пластиковые панели. Но все же советуем доверять монтаж только мастерам своего дела, которые в нашем случае специализируются на выполнении полного спектра работ по преображению нашего дачного участка. Уже постелена крыша и установлен забор из профнастила. Это очень красиво. Работники трудолюбивые, стараются. Вы сами можете посмотреть. Красиво. Нигде помарочки нет лишней. Красиво сделано. Пришло время раскрыть карты и сказать, что имя этой компании – «Идеалстрой». Широкий ассортимент, высокая квалификация рабочих, доступные цены, беспроцентная рассрочка на 6 месяцев. Обратившись к нам, вы можете сделать сразу забор из профнастила, крышу из металлочерепицы или крашеного, или оцинкованного профнастила и обшивку дома виниловым сайдингом. Если вы решили придать своему загородному дому новый, свежий вид, обратитесь к специалистам компании «Идеалстрой». Бесплатная консультация и расчет стоимости. Улица Ленина, 103А. Торговый центр «Крым», 5 этаж, офис 504. Телефон 210-333. Что ж ты за мужик-то такой, что розетку в доме починить не можешь? Знакомая фраза? Женщине я предлагаю раз и навсегда отказаться от нее. И для этого прямо сейчас расскажу пару простых, но очень полезных советов, которые пригодятся даже некоторым мужчинам. Итак, первая и банальная ситуация. Меняем лампочку. Только не спешите за нее хвататься, если она только что перегорела, ведь вы можете обжечь свои нежные пальчики. Кстати, если вам не нравился свет предыдущей лампочки, то выберите в магазине ту, которую вам хочется. С холодным или теплым освещением, более или менее яркую. В общем, выбирайте сами. Вкручиваем лампу уверенно, но не очень сильно, чтобы не сорвать соколь. Вуаля! Безопасно и эффективно. Далее розетка. Например, дома вы затеяли ремонт и решили поклеить обои. Но чтобы все было красиво, вам достаточно лишь открутить пару винтиков. Но перед этим обесточьте сеть, иначе ремонт может затянуться. Будьте аккуратны и держите отвертку только за диэлектрическую ручку. Вот так выглядит наша розетка. Когда вы будете делать ремонт, то просто вырежьте по контуру отверстие и прикрутите ее обратно. Все элементарно просто. Безопасность Безопасность – главное в этом деле. Как и безопасность во всем доме. Именно об этом следующая рубрика. Оставляя свой дом, мы всегда переживаем. Все ли закрыто, выключено и надежно ли заперта дверь. Если же в доме остаются дети, мы переживаем вдвойне. И чтобы степень этих переживаний снизить, в этой рубрике мы расскажем про систему, которая позволяет удаленно держать под контролем буквально все. Я мама двоих детей. Двенадцать ей трех лет. После выхода на работу я особенно беспокоена, чем занимаются мои дети, когда меня нет рядом с ними дома. Я узнала о возможности установить систему «Умный дом». Мне предложили установить камеру, благодаря которой я могу в онлайн-режиме из любой точки страны, даже мира, наблюдать, что происходит в моей квартире. Могу наблюдать за своими детишками, за животными, за престарелой бабушкой. Мы живем на десятом этаже. Каждый раз я беспокоюсь, как бы мои дети не открыли окно. Поэтому для нас актуальным оказалась возможность установить датчик открытия окон. Если все-таки мои дети решили открыть окно, то мне придет смс-оповещение на телефон. И я могу в режиме реального времени посмотреть по камере, что происходит. А также позвонить своим детям. Есть еще расширенный комплект, в который входят датчики дыма и датчик протечки воды. Мы задумались, такой комплект нам интересен, потому что он очень актуален. В многоэтажных домах соседи очень часто затапливают друг друга, поэтому хотелось бы реагировать на это мгновенно. Кстати, видео с камеры наблюдения хранится 30 дней в облаке. Вы всегда сможете просмотреть его с любой точки земного шара. А всевозможные датчики устанавливаются в самых разных местах квартиры. Датчик движения обычно ставят в прихожей. Там, где есть риск затопления, также устанавливается соответствующий датчик. Все они отправляют данные по беспроводной связи контроллеру. Датчик движения реагирует как на изменение освещенности, так и на изменение температуры. Кроме того, он позволяет фиксировать, когда открывается входная дверь нашей квартиры. Если все же датчик срабатывает, то я получаю СМС и также могу посмотреть по камере, что происходит дома в нашей отсутствии. Даже в детском саду, куда ходит мой ребенок, установлен система «Умный дом». Я могу, находясь на работе, переключаться с камеры, находящейся дома, наблюдая за старшим сыном, на камеру, находящуюся в детском саду, чтобы посмотреть, что делает мой младший ребенок. Компания «Ростелеком» предлагает свои услуги по установке и обслуживанию систем «Умный дом». Технологию, позволяющую обезопасить себя, дом, детей и родственников от непредвиденных ситуаций. У компании «Ростелеком» появилась новая услуга «Умный дом видеонаблюдения» и «Умный дом безопасности». И с начала весны этого года мы уже обеспечили более 300 квартир данным видом оборудования. Дополнительную информацию вы можете узнать на нашем сайте, либо позвоните нам по телефону. «Умный дом» от «Ростелекома». Будущее уже наступило. Звоните 8 800 1800. Мы продолжаем про ремонт и сейчас мастер-класс от меня. Мы будем делать пуфик из подручных материалов. Итак, для этого нам понадобится колесо, фанера, веревка, клей-пистолет, лак и кисточка, 10 саморезов и шуруповерт. Ну что ж, мы готовы и приступим к первому этапу. Первое, что мы сделаем, это соединим нашу покрышку и фанеру. Итак, приступим. Ну вот, готово. Теперь осталось с другой стороны. Ну а теперь мы будем работать с нашим клеем и веревкой. Самое главное – веревку приклеить в самый центр. Ну а теперь мы по кругу будем наматывать нашу веревку. Нужно, конечно же, ждать, когда высохнет наш клей. Ну что ж, друзья, как вы поняли, в таком ритме продолжаем до самого конца, до низа резины. Ну и вот, что получилось в финале. Ну а сейчас мы отправимся туда, где преображают не покрышку, а крыши. В эфире про ремонт. И сегодня мы поговорим о крыше, а именно о соотношении цены и качества, и на чем ни в коем случае не стоит экономить. Перед выбором металлического покрытия для вашей крыши стоит обратить внимание на три принципа. Толщина изделия, наличие цинкового слоя и полимерное покрытие. О каждом принципе подробнее. Существует тонкое кровельное покрытие и покрытие по ГОСТу. ГОСТы можно запросить у поставщиков, а тонкое покрытие придется через год, скорее всего, менять. Как говорится, скупой платит дважды. Сэкономив на дешевых материалах, вы уменьшаете период их эксплуатации, при этом неся расходы на дополнительные работы. Демонтаж и вывоз мусора, а впоследствии монтаж нового покрытия. Следующий момент – это цинк. Цинк – это то, что находится между металлом и краской. Тут все просто. Он должен быть. Если цинка нет, то любые повреждения полимерное покрытие превращает вот в такие царапинки. А кому нужны такие узоры на крыше? Разумеется, определить этот фактор на глаз не получится, так как его не видно. Зато о наличии цинкового слоя можно узнать в сертификатах кровельных покрытий, запросив их также у продавцов. Следующий принцип – это полимерное покрытие. Полимерным покрытием является слой, который обыватель называет краской. Его функцией является не только передать цвет изделию, но и добавить множество других свойств. В зависимости от рельефа и материалов обработки, срок службы каждого покрытия будет разный. Время пришло поговорить о сроке службы. Если мы используем только одно кровельное покрытие, то срок службы будет первым. Если мы используем доборные элементы, такие как конек, торцевая, то срок службы увеличится. А если мы пропустим пленку между кровельным покрытием и крышей, тогда срок значительно увеличится. Можно смело делать вывод, что сэкономив раз, в будущем придется платить больше. Поэтому при выборе кровельного покрытия не забудьте про доборные элементы и изоляционный материал. Компания «Вертикаль». Кровельные и фасадные материалы. Помощь при расчете и монтаже. За новой крышей приходите на улицу Щерса, 105. Левое крыло. И последний лайфхак на сегодня. Если у вас нет под рукой строительного уровня, а он очень нужен, делаем все намного проще. Надо лишь изготовить вот такой волчок, который, кстати, я сделал буквально за 10 секунд, и, в принципе, все. Если волчок крутится ровно на одном месте, значит поверхность ровная. Если же он двигается куда-либо, значит поверхность туда и наклонена. Это был последний на сегодня лайфхак, но не последняя рубрика. Если вы хотите уберечь от огня свою квартиру, дом, автомобиль или даже предприятие, то вам стоит задуматься о выборе противопожарного оборудования. Именно о нем мы сегодня и поговорим. Пожалуй, самым распространенным противопожарным оборудованием можно назвать огнетушители. Порошковыми огнетушителями можно оборудовать легковые, грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику. Также они отлично подойдут в квартиру, гараж и офисное помещение. Углекислотными огнетушителями лучше всего оборудовать места с электроустановками, находящимися под напряжением до 1000 вольт. Если вы использовали огнетушитель, не нужно спешить его выбрасывать. Опытные квалифицированные специалисты выйдут на место и перезарядят его. Рукава пожарные напорные. Такое разнообразие позволяет подобрать их для пожарной техники, а также для использования в жилых, производственных, складских и торговых помещениях. Они могут быть морозостойкие, прорезиненные и нефтебензостойкие. Огромный выбор полиграфической продукции позволит выбрать любой знак для помещения. Знаки пожарной безопасности, предупреждающие знаки, эвакуационные знаки. Также в любом помещении нельзя обойтись без пожарных шкафов. Они выполнены на высокоточном оборудовании. Есть как открытые, так и закрытые шкафы. Шкаф для размещения огнетушителя, углового типа, навесного или встроенного типа. Такие шкафы можно выполнить индивидуально под размер ниши помещения. Предотвратит распространение пожара дверь. Такая дверь устойчива не только к огню, но и к распространению дыма и другим внешним воздействиям. Двери противопожарные, дымогазонепроницаемые, остекленные. Двери противопожарные имеют сертификат пожарной безопасности. Стандартные двери всегда есть в наличии. Но также специалисты могут выполнить на заказ любую дверь в кратчайшие сроки. Теперь вы точно запомните, как позаботиться о противопожарной безопасности. Огромный выбор любого противопожарного оборудования. Противопожарные двери, шкафы, огнетушители. Опытные специалисты помогут сделать нужный выбор. Просто обратитесь в Лидерстрой. Улица Щурса, 105. Телефон 704-476-703-201. Вот и пришло время прощаться. С вами, как и всегда, в это время была программа «Про ремонт». Если вы не успели посмотреть нас в эфире, смотрите ВКонтакте по этой ссылке. Ну а свежий выпуск смотрите в следующую среду в 18.30. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!